ребят всем привет сегодня мы находимся даниловский винхо выставка арсенал сейчас что сделаем пробежимся по выставке покажем вообще как проходит выставка по всем стендам наверное проходиться не будем потому что впереди у нас выставка клинок где мы покажем остальные новинки которые будут у производителей поэтому сейчас просто быстро пройдемся посмотрим как проходит выставка собственно наш стенд василий у нас затачивает ножи на стенде всегда можно подойти посмотреть как это проходит процесс спутник приветствую раз эти сами наживаете коллективный труд все в одно лицо делать тяжело и не всегда часто за кадром пока общались была такая фраза принесли нож на злочку к нам на стенд василию и свой стиль так скажем свое видение ну и пару слов какой стиль откуда вообще в общем с того что работа практически вся в основном чисто ручная и штучная повторов на ножах не бывает используются природные материалы в основном начинают стабилизируем дрессиный рог прочее вот здесь смотрю рог до используется для кожа очень высокого качества чпрак и ручной колки клинки собирает автор олег забыла его фирменный стиль вот у ручная ковка что за сталь у 10 у нас элегирована аскорбина вольфрама она отливка от ковка шлифовка электрополировка клинки заточены под полу линзу хвостовик проходит через весь массив рукояти становится качество надежность и ножны индивидуальные каждому клинку как говорится свои вот таким характерным щелчком сколько лет ножей делаете наверно лет 20 лет сборкой точно занимается мы на ножом рынке тоже около 20 лет с разного начинали на разном останавливается ну как-то выживаем продолжаем дело а как вообще к этому пришли что сподвигло ножами начать заниматься начинали же в школе делать на на свой уровень как бы на туда отцать его может термички термически сами или даете кому термичка на производстве естественно самостоятельно как бы для правильной термички должно быть правильное оборудование конечно же термокарта все прочее не на глаз не на искру и прочее правильно причем печи должен быть и калиброваны естественно время температура строго выставляется а вот кстати это стали сколько единиц против но ее можно загнать и до 70 смысла в этом конечно не 62 64 пара кого это вполне это ей не просто по силам по зубам она не цепится не крошится вязкая но тут свои секреты полигировки можно сказать железку делаем авторскую вот так вот ребятам еще также напомню что диапазон единиц 58 64 кстати золотая середина потому что эти стали можно точить гнаться за твердостью высоко нет смысла если у стали резко выраженные режущие свойства хорошие и не надо загонять до упора она не должна сыпаться и крошиться то есть она быть надежной чтоб не подвела как это нужный момент ребят находимся на стенде завьявого привет привет суши вот сразу же вот подошел к стену стенд и в глаза попался вот что такое что за и купика здоровый но это такой небольшой маленький якут в этот раз привезли называется ботыя собственно очень интересный инструмент это что-то где-то подрубить порезать также можно где-то лед поколоть очень интересный инструмент народу севера раньше без этого инструмента никогда не входили ни одна охота без такого ножа не проходила нужно к нему тоже какие-то прилагаются смотри нужно к нему идет деревянный чехол ну пока не привезли у собой на клинке обязательно будет доделаем до конца так сказать метательно реальное такое оружие такой прям мужской нож такой да колбаску резал же легко кстати даже вот можно попробовать кусочек сала давай давай домашнее сало с прослойкой мясо идет очень очень вкусно ребята спешите успеваете осталось очень мало есть на чем найдем суши режет то есть этим инструментом не только можно и рубить оказывается и мячей хорошо и резать собственно чем он и хорош где-то что-то отрубить отрезать зверя добрать а также очень хорошие вещи шикарные положить в коллекцию но и друзья ребят удивить вот кстати вот я думаю многие спросят с чего сделано сделают нож из к 340 то есть ну стали зарекомендовала себя очень хорошо выдерживает максимальные нагрузки на морозе хорошо себя ведет поэтому как бы решили из сделать твердо здесь шестьдесят две единицы то есть как рубящий инструмент хорошо себя ведет ну и как режущий но и термичили сами соответственно конечно очень интересный новинку нас такая вот появилась первый раз ребята привезли вот на эту выставку вот обещаем привезти на клинок конечно не знаю останутся ли они но мы постараемся уже на этой выставке забрали четыре штуки первый день на сегодняшний день осталось вот две штучки ну я думаю до клинка у нас производстве еще пять ножей то есть мы постараемся их успеть потому что люди даже ставят в очередь очень интересная новиночка а что за дамаска как тебя это ламинат идет на сердечнике идет cpm 125 и и в обкладках нержавеющего дамаска интересно по грибочке кстати ходить он шейного ношения у нас это нож то есть вот к нему идет такой чехол убирается и также подвешивается спокойно носите за грибами ну короче на природу ну везде везде очень удобный такой малыш назвали его маус а так ребята стенд от robust knife с нами константин окройтесь приветствую привет привет знаю что у тебя появилась новинка что-то новинка можешь показать да конечно у нас появился вот такой итальянец на кнопке он сейчас карбоновый есть дюралевом исполнении такой будет бюджетный самый вариант но здесь до 2 что-то я стал нас переходить на н 690 и все американцы мигай до 2 до 2 мы хотим до 2 но лучше режь но на 10 лишь мне на самом деле до 2 неприхотливая такая железка да и не всегда конечно удается ее хорошо сделать но скажем пейтингует иногда но в целом до 2 это такая сказал бюджетная золотая середина да и все говорят то что самое главное почему их покупает потому что да да не подделывают то есть он 690 партий 95 к можно поставить от этого типа и так бюджетные все кисточку покупает но что значит он точность у меня кстати вот тоже нож которые соберу всегда в поход у меня езды 2 то есть вы его реальне жалко его взял заточил он давно и реже резко такой сухой и сюда славе естественно мы бульдоги туда делали если кому-то будет интересно кто-то следит за ваш творчеством вот две версии бульдог вот это старая верхняя это новое можно говорить найти несколько отличий из n690 смотрю да да n690 я уж хотел просто из нержавейки такой более две версии вот мы раньше ставили over travel здесь здесь сейчас он скрытым в самой плашки поставили сухарь сделали просто на одной оси чтоб упирался клинок и и открывался в упорный винт сделали плашку потолще это четверка это тройка в общем здесь закалили к 12 мы поставили ось чуть-чуть сместили здесь хочу еще и пас добавить спейсер 8 проект сначала был бюджетный я думаю берусь десятку и буду продавать потом все говорится что давайте вот это дайте вот это и он не так растет растет и даешь давно вышел из бюджета уж просто буду добивать его там сделают сюда спейсер будет смещу отверстие чтобы можно было земляк повесить может быть добавлю какой-нибудь клипсу сейчас хочу переделать осевой узел сделать пошире вот это вот дистанционную втулку которые но в общем играемся по полу пока денег от этот проект особых не принес но интересно а вот это бюджетная версия я столкнулся с тем что собирать очень удобно любит вопрос бюджетная версия вот сколько вот он стоит ну вот дюрали стоит 5000 в розницу 5000 рублей прям можно мы сармане ребят нож уже с карбоном 8 без клипсы то есть в рабочий нож вот мы старались уложиться в 10 вот такой но все хотят сухарь мы начали тут делать сухарь это еще доработки сделали можно посмотреть и цена начала геометрической прогрессии жала растет и сухарь добавляешь она растягивается хотя если посмотреть я тут на мне надо было нож на подшипнике найти и я начал смотреть думаю купить надо вина и мне надо было сравнить в песке как они работают у меня есть видео то есть песок там дистанционной втулкой в песок в песке как работает попадает подшипник и я грубо говоря я бы уж не купил за 16 бэушные винаев на подшипнике какой-то сам бюджетный на барахолке крышку из 16 я не смог найти бюджетный какой-то нож и этого я не кстати очень поразило я купил там 20 тысяч там никто это произойдет на полтинник там ну и все такое то мы читали я купил сравнил и действительно кстати вот сибен за они были правы видимо он сам рыбак не не любит когда у него там что-то залипает сюда песок очень сложно попадает то есть из-за того что конструкции закрытая подшипник просто начинает клинике и все-все и он просто испортился что он вот так вот встанет и все больше нет а это вот продул и он дальше начинает работать и и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА